Сегодня очередная история И речь пойдет о немецкой гранате Гранате, наверное, без которой не представляется вообще солдат Германии Как Первой мировой войны, так и Второй мировой войны Это граната М-24 У нас ее, наши войска прозвали Колотушка А англоязычные союзники называли ее Толпушка Но смысл был один, что похоже на приспособление для того, чтобы толочь картошку Из-за такой характерной деревянной рукоятки И формы самой банки данной гранаты Граната появилась еще в 1916 году Выглядела она немножечко не так Отличие было визуально короче деревянную рукоять Меньше взрывной заряд И вот такое крепление, поясное крепление на самой гранате В принципе, Первая мировая война показала, что данная граната не совсем надежна Поэтому претерпела ряд модернизаций Первая модернизация у данной гранаты была в 1917 году Но они были незначительны Ввиду ненадежности капсулей Ненадежности вообще подрыва самой гранаты В 1924 году появилась на свет та самая граната Которая и до 1945 года стояла у немцев на вооружении Наверное, все фильмы, где принимают участие немецкие солдаты Или солдаты, которые были союзниками Германии Пользуются такими вот гранатами В том числе и наши партизаны Тоже пользуются гранатами такими Характерная надпись на самой гранате Перед применением вставьте капсулю детонатора То есть такая небольшая инструкция указывалась на гранатах В принципе, и на наших отечественных гранатах Тоже были инструкции всевозможные Где рассказывалось, как нужно бросать, какой рукой Что нужно делать, как заряжать Потому что многие гранаты были необычны Вот здесь внутри находится вот такое керамическое кольцо Это кольцо непосредственно оттерочного запала Который расположен чуть выше у основания, получается, гранаты И при вдергивании данного терочного запала Срабатывает замедлитель, а потом непосредственно капсулю детонатора Подрывает саму гранату Время горения у данной гранаты 4,5-5,5 секунд Но были моменты в связи с тем, что взрывчатое вещество гранаты Довольно-таки капризное, особенно к сырости и к влаге Были замедления и до 80 секунд Поэтому во многих фильмах показывают И не все верят, что гранату можно было отбросить Да, действительно, это, конечно, было нечасто Но все-таки происходило от того, что либо гранату неправильно хранили Либо что-то повлияло на нее, именно влага, сырость И наполнитель, а, как правило, наполнитель Аммиачная селитра 84%, 12% тротила и 4% древесной муки Вот такое наполнение гранаты необычное Вот как раз селитра очень боится влаги И боится еще момента одного, когда долго граната лежит на складах Слеживается вот это взрывчатое вещество И по факту граната может даже не сработать Также терочные запалы вот эти Если не резко выдернуть саму чеку То подрыв может не произойти И наоборот, если слишком резко дернуть за чеку То подрыв тоже может не произойти Как правило, в немецких всех доктринах Говорится о том, что если 30 секунд прошло И граната не взорвалась То она является безопасной На гранатах всех модификаций Сверху всегда стоит орел Это военная приемка Которая говорит, что Выпущена каким заводом И в какой год Также на деревянной рукоятке Есть тоже маркировки Указывающие на год выпуска данной гранаты Граната была многофункциональна Ее использовали Вот здесь видно, показано С вот таким взрывателем ДЗ-35 взрыватель Нажимного действия Данную банку от гранаты С взрывчатым веществом Можно было использовать как противопехотную мину То есть, как правило, связывали 5-6 банок между собой Устанавливали в землю И, соответственно, если противник наступал И нажимное действие данного взрывателя срабатывало То происходил подрыв Также вот здесь отстрел есть Здесь отстрел сейчас показан В данный момент с модификацией гранаты М-39 Но и М-24 граната Также свободно вкручивалась Бралась штатная ракетница того периода Вставлялась, отстрел вставлялся И очень удобно данные гранаты было отстреливать На расстоянии где-то порядка 40 метров То есть не нужно было бросать Можно было просто с помощью обычной ракетницы Выстрелить и, соответственно, поразить Ту цель, которая необходима для солдата Причем ракетницы использовали как осветительные, сигнальные Так и отстрелы всевозможные Различных гранат Вот здесь также представлена переноска Специальный ящик был И внутри вот такая переноска стояла 15 гранат помещалось в данной переноске Были специальные сумки на 6 гранат Чтобы немцы могли переносить Но зачастую мы на фотографиях наблюдаем Что немцы просто брали и за ремень Вставляли несколько гранатов И тем самым как бы носили В принципе, деревянная рукоятка очень удобна Граната сама сбалансирована То есть отцентрована И при броске По закону физики Все знают, что чем больше рычаг Тем лучше бросать данный предмет Но Всегда, когда есть плюсы Так и есть и минусы Вот этот рычаг Зачастую, если бросать там в оконные В дверные проемы Могла просто отскочить обратно То есть задеть, допустим, рукояткой И отскочить в обратную сторону Непосредственно к тому человеку, кто бросает И, соответственно, может привести к гибели просто тех людей Поэтому здесь нужно было пользоваться ей с аккуратностью И вообще городские бои И данная граната, конечно, не совсем уместна Где-то на территории, где открытое пространство Конечно, она очень удобна А вот в замкнутых пространствах Данную гранату бросать довольно-таки сложно Ну и удивляют, конечно, керамические вот эти кольца Почему не металлические Почему именно керамические Мне самому до сих пор непонятно Вроде как бы изготовление из керамики Это удовольствие не совсем дешевое На период вообще любых войн Потому что войну, как правило, стараются все удешевить Упростить А вот керамические кольца Практически не встречаются В аналогах других стран Ни в каких гранатах В основном металл используется И зачастую все намного проще Вот здесь также есть вот такая вот деревянная укупорка Здесь вставляется непосредственно как раз капсуле-детонаторы Для хранения Они тоже очень капризные И тоже боятся воды Поэтому данная укупорка вот такая деревянная была Плюсом еще обматывала всю бумагу И вкладывала специальное приспособление Здесь есть для хранения данных взрывателей для гранат Граната М24 для поисковика Как находка довольно-таки опасная вещь И если выполнять все требования Как мы и делаем по технике безопасности При проведении поисковых работ На местах бывших боевых действий Мы при обнаружении данных гранат Огораживаем территорию И сообщаем группе разминирования Уже после того, как отработает группа разминирования И скажут, что территория очищена Мы уже продолжаем дальше работать Как правило, в основном такие гранаты встречаются В окопах, в траншеях, в линдажах Это довольно-таки распространенная граната И за весь период Великой Отечественной войны Их было выпущено более 75 миллионов штук Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова